Я вчера весь вечер готовилась к этому уроку. Это мой самый любимый предмет. И мой самый любимый, потому что я люблю эту учительницу. И я люблю урок с поняшками. Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. Вы должны были привезти своих питомцев и рассказать о них. Все ли готовы к занятию? Я готова, я готова! И я готова! И я, и я! Вот он мой питомец! Вот он! И я его очень люблю и хочу о нем рассказать. А это мой питомец, он самый лучший. Я тоже хочу о нем рассказать всем своим одноклассницам. А когда вы увидите моего питомца, вы просто будете в шоке. Как я рада, что вы все подготовились к этому занятию. И все привели своих питомцев. Кто же тогда начнет первым? Я, я хочу, я просто не могу терпеть. Я хочу рассказать о своем питомце самой первой. Давайте посмотрим, каких питомцев привели с собой в школу нашей куколки Лол. Все эти питомцы четвертой серии, серии шпионов. И второй волны. Как же интересно выглядит питомец у каждой куколки. И... Оооо! Это и есть поняшка! Конечно же, кто же еще мог попасться девочке-единорожке? С красивыми ушками, точно такой же прической, с сердцем сбоку. И в фиолетовых подковах. Наденем крылышки. Ооо, настоящая единорожка! Ее зовут Юни Пони. И что же интересно у нее в песочке? Открываем. И посмотрим, что внутри. Вот они туфельки, розовые, прозрачные. Вот, ребята, смотрите, песочек этот меняет цвет. Он становится таким более фиолетовым. Вот он фиолетовый. И светлого превращается в фиолетовый. Подержим чуть-чуть. И видно, как он темнеет. Вот здесь особенно на краю видно. Наденем ей эти симпатичные туфельки. Такая она хорошенькая. На одну, вторую, третью и четвертую ножку. Хорошо, если ты готова, Юникорн, тогда подойди и встань перед всем классом, чтобы все могли видеть тебя и твоего питомца. Хорошо, вот это мой питомец. Где, где, где? Вот же, говорю, вот он мой питомец. Это малышка Пони. Ее зовут Юни Пони. Она не простая. Она может исполнять желания только хорошей, доброй девочки. Или мальчика. Я ее кормлю из этой кружечки. Накормим питомца единорожки. Маленькую Юни Пони. Вот так. И когда она у меня покушает, она у меня почему-то плакать начинает. Не плачь, не плачь, не плачь. Не плачь, ты такая хорошая Пони. Не плачь, я тебя люблю. Все, она уже не плачет, не переживайте. А еще моя поняшка умеет менять цвет. Покажи, 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 покажи. Итак, посмотрим, как меняет цвет Юни Пони. Опустим ее в холодную водичку. И что изменилось? Кажется, эта пони не хочет менять цвет. Нет, она совсем не меняет. И в теплой водичке тоже. Хотя некоторые из поняшек могут менять цвет. Молодец, Юникорн. Мне очень понравился твой питомец. Единорожка. Только жалко, она у меня цвет не поменяла. В следующий раз обязательно поменяет. Ммм, ладно. Ты только не расстраивайся, я тебя все равно люблю. Давайте глаз похлопаем выступлению Юникорн. Ура, молодец, молодец. Хорошая единорожка. Угу, мой верный друг. Кто следующий будет выступать? Я хотела, но я что-то распереживалась. У меня ведь питомец тоже меняет цвет. А у меня не меняет. Я пойду. Хорошо, фрао Бейб, подойди сюда. Угу. Сейчас я тоже расскажу про своего лучшего друга, моего питомца. Посмотрим, кто же попался к куколке фрао Бейб. Открываем. И вот он, котенок. Мяу, мяу, мяу. Он так мяукает, наверное, потому что его зовут Иншин. Мяу. Наденем этому котенку его золотые босоножечки. Ммм. Мяу, 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 мяу. Понятно, что этому котенку нужен туалет. Симпатичный воротничок. Вот теперь действительно древнеегипетский котеночек. Мяу, мяу, мяу. Это очень милый и красивый котенок, которого зовут Иншинт Мяу. Мяу, мяу. О, какой красивый. Ага. Он очень любит со мной гулять, наблюдать за рыбками в аквариуме. И он очень веселый и озорной. Котеночек Иншинт Мяу. Я люблю его очень красиво наряжать. И прически у нас одинаковые. Видите? Да, видим. Вы прям как одно лицо. А еще я очень люблю купать своего котенка с помощью вот этого средства. И всем его советую. И скупаем питомца нашей Клеопатры. Добавим в ванночку специального шампуня. Вот так. А теперь скупаем нашего питомца в этой водичке. Вот так. Вот так. И благодаря этому шампуню у него появляются большие пузырьки. Мяу, вот такой у меня очаровательный котенок. Молодец, фрау Бейб. Класс. Похлопайте, пожалуйста, фрау Бейб и ее питомцу. Ура, молодец, молодец. Я тоже себе хочу когда-нибудь котеночка. Кто следующий? Можно я? Пожалуйста, Фокси. Дорогой класс. Я давно хотела вам рассказать о своем питомце. Только вы, пожалуйста, не удивляйтесь. Он очень необычный. Какой же у него интересный питомец. Посмотрим, какой питомец у куколки Фокси. Откроем этот шарик. Каркуша. Кар, кар. И в очках ее просто не узнать. Стильная птичка. Наденем на ее светлую головушку. Красотка. Кар, кар. Да, ребята, мой питомец это птица. Ворона. О, как интересно. Хороший питомец. Мою птицу зовут Фокси Флайер. И она очень красивая. Кар, кар. Она любит каркать. Ой, не накаркай. Она у меня любит все блестящее, красивое. И я ее кормлю, поэтому из золотой кружечки. Кар, кар. Кар. И у нее тоже есть сюрприз. После того, как она попьет водички. Она у меня чуть-чуть плюется. Наверное, торопится, когда пьет водички. Кар, кар. И еще она у меня умеет менять цвет. Покажи, покажи, покажи. Давайте, ребята, проверим, как Фокси меняет цвет. В холодной водичке ничего не происходит. А в теплой и в теплой ничего не происходит. Она тоже не хочет менять цвет сегодня. Ты не переживай. Вон единорожка тоже цвет не меняла. Кар, кар. Молодцы, Фокси и Фокси Флайер. Ребята, похлопайте им. Молодец, ура, молодец. Спасибо. Осталось только Виар-Кьюти. И кто же попался последней куколке Виар-Кьюти? О, маленькая зайка. Виар-Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Мой питомец это зайка. Он маленький попрыгунчик. И поэтому его зовут Виар-Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Посмотрим, что делает Виар-Хоп в холодной водичке. Не меняет цвет. И в теплой тоже. Я кормлю свою зайку вот из этой кружечки. Дадим зайке водичку. И он тоже после того, как попьет, чуть-чуть плюется. Но самое главное отличие моего питомца, это то, что он умеет со мной играть в компьютерные игры. О, вот это да. Ничего себе в компьютерные игры играет. Да. И вот его джойстик. Молодцы. Виар-Кьюти и Виар-Хоп. Ребята, похлопайте и им. Молодцы, ура, молодцы. Ну вот, у всех питомцы получились необычные. Каждый со своими уникальными способностями. А какого питомца взяли бы вы на занятие к Флаттершай? И что о нем вы бы рассказали? Обязательно напишите в комментариях. И если вам понравилось со мной так играть, то скорее переходите в следующее видео. Вот здесь сейчас будем дальше играть.